здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания час 3 08 на улице 90 градусов наконец-то лето и сегодня мы будем говорить про отношения двух государств россии и израиля еще много лет назад можно было услышать такую советском союзе фразу вали в свой израиль кто-то произносил более культурно в израиль прошло время и те кто говорил эту фразу сами валят в израиль очень довольны тем что там хорошие условия и условия жизни многие там остаются жить многие туда как туристы едут в эйлат и так далее вот а россия очень хорошо сотрудничает с военными ну а про политиков я как говорится уже вообще молчу потому что бенемин натаньягу довольно частый гость в кремле вот вопрос значит недавно в израиле побывал николай патрушев глава совета безопасности россии и после того как там прошли совещания он выступил сказал довольно смешную фразу что россия гарантирует израилю безопасность многие в сетях оценили чувство юмора значит кремлевского приближенного путину человека многих это очень рассмешило но найти как говорится в каждой шутке есть доля шутки или правда сейчас мы попробуем это как раз и выяснить ген я щит назову номера телефона 847 4 до 0 5 2 2 0 и а гена кстати хочу напомнить что ведущие геннадий и эдуард брумер смотрите нас пожалуйста на ю тубе ставьте лайки обсуждайте тему пожалуйста и так ген а николай патрушев сказал что россия может гарантировать израилю безопасность лично для меня это довольно смешная фраза что эта фраза значит для тебя значит давай начнем с того что мы с тобой договорились провести эту передачу по той причине что нам обоим конкретно отношения политические мы говорим о политических отношениях израиля и сша россии россии нам конкретно нам конкретно не нравится потому что премьер-министр израиля мне так кажется меня могут сейчас обвинить но он как-то стал на посылках у кремлевского у кремлевского мечтателя гопника он там слишком часто бывает и постоянно с ним советуется то есть чтобы бегин шамир или даже шимон перес когда-то ездили консультироваться в кремль о том бомбить им каких-то террористов каких-то уродов или нет да это даже в мысли не было есть единственный у израиля советник я считаю старший брат опора это сша которые действительно могут и посоветовать и поддержать и они кстати америка всегда и во всем израиль поддерживают я не виду как на дипломатическом уровне да мы знаем как америка поддерживает израиль в организации объединенных наций и как стать россия поддерживает израиль в организации объединенных на ни разу ни разу россия израиль не по какому плану не по каким вопросам не поддержала при этом наши дорогие радиослушатели вы должны знать что в россии такая организация как хезболла она не признана террористической она является политической с которой россия сотрудничает да то есть многие политики говорят о том что мы должны вести диалог с этой организацией чтобы значит дать возможность израилю разные мнения услышать при этом удивляет дауде мне кажется мне кажется что премьер-министр натаньягу довольно-таки давно сидит на своем хорошем месте он хороший управленец толковые и умный премьер-министр искренне он мне нравится но вот долгое сидение во власти мне кажется как-то замыливает ему глаза потому что нельзя сидеть нельзя сидеть на двух стульях и особенно что касается россии это не та страна которая может помочь израилю в его безопасности 2 ген примем звонок мы вас слушаем пожалуйста добрый день я не очень так сказать не на 100 процентов может на 99 процентов поддерживать натаньягу а потому что он действительно как бы немножко но как бы не очень активно продвигает еврейские интересы выбирайте но он был вынужден контактировать с этим людоедом московским тогда когда на него наседал обама и по моему это просто просто вошло в традицию но вообще то что вы сказали что россия гарантирует безопасность украине и чем это кончилось мы все видим поэтому эти слова как вы говорите это может быть что-то там есть что-то правда я надеюсь что там ноль ноль правда вот это дело в том что это гарантирует безопасность мы достаточно скептически смотрим и чем закончилась эта безопасность для украины и я вам скажу честно для меня это фразы это вообще из чувство юмора и больше ничего у нас следующий звонок спасибо большое мы вас слушаем добрый день да правильно есть такое замечание есть такое принимаем спасибо и второе замечание у меня есть такая фраза которая имеет глубокий смысл держи друзей близко к себе врагов еще ближе и если расценивать поведение на даньягу по отношению к россии с этой точки зрения что ему нужно иметь какой-то контроль он не бегает туда советоваться он не гашейшин ведет и поэтому я совершенно не согласна с тем какой у вас есть хорошо пожалуйста пожалуйста ваше мнение я даже я даже больше там вам скажу что с вами я больше немножко чуть-чуть согласен чем со своим ведущим мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день я не знаю что может гарантировать израилю россия наша страна гарантирует израилю одни проблемы и вот он simple фэкс жили 40 лет израиле сирии ни одного не то что раненого убитого не было и потом нашей стране захотелось скинуть осада ему это привело появился там иран и начались проблемы у израиля это раз какое постоянное давление пентагона на вооруженные силы израиля для того что мы не делали то чего в общем то израилю делать не надо это привело к тому что был сбит израильский самолет российский самолет л-20 после чего военные контакты вообще прекратились нет никак один а кем был сбит российский самолет а кем был сбит российский самолет мы опять возвращаемся к этой ерунде перестаньте он я таки вы выскажите кем вы конкретно пожалуйста говорите хорошо вашу идею мы знаем это антисемитскую компанию которая была развернута после того как был сбит этот самолет и то чем они занимались 1 пожалуйста пожалуйста еще раз вам говорят антисемитская мое личное мнение право высказать так как а также как и вы окей так это антисемитская компания израиль совершенно не заслуживал того что произошло и там все дело в детали да не заслужил вам говорю это как и как есть еще хорошего да спасибо молодец а говорите пожалуйста добрый день удивительно мне тоже удивительно почему-то на таньягу постоянно есть туда в россию россия как вы сказали и как это всем известно никогда не приняла ни одного постановления пользу израиля и дело в том что вот был сбитый этот самый российский самолет до который прикрылся израильскими истребителями кто это понимает еще не полный долбан понимает как это было сделано никаким экипажем был сбит этот израильский самолет это первое второе не радужки на таньягу мира не только за это не вообще никто ни разу не удалось уговорить путина хоть на какие-то взаимодействия ничего нет теперь о сирии кто это сказал что в сирии русские только появились в семьдесят первом году я находился в сирии и сирии находилась целая куча и база латакия это все это все 40 лет которые там находятся там русские находятся постоянно поэтому я говорю я не понимаю почему этот самый на таньягу есть сюда это бесполезно ползать на коленях такой стране как израиль ползать на коленях путина не совершенно непонятно и советы мне непонятно кем она чем там советую да абсолютно тему абсолютно спасибо спасибо а значит по поводу того что говорил один день вы можете оставаться при своем мнении а я вас и геном мы не собираемся вас переубеждать есть факты определенные есть факты со стороны якого кедми до который якобы генерал и со стороны значит россии якобы патриот до якобы патриота якобы патриот вот и есть информация которая была проверена израильтянами надо дать должное стать израильским военным да они довольно очень честно ведут себя и они делали очень много проверки и всем кто этой значит этой ситуации интересуются да можете прочитать всем давно уже все понятно кроме вас дин но я вообще на найти дин хочу вам сказать такую вещь я не очень вас понимаю и с точки зрения человеческой да и с точки зрения еврея потому что все что вы высказываете вы высказываете всегда это ваше право я не настаиваю вы всегда вы сказать против америки и против израиля если вам так плохо в америке если вы так не любите израиль я употребляю слова не любите специально для вас я не очень понимаю почему нужно жить в стане врага который называется америка и уже кстати много лет если вы живете в стане врага и вас это так раздражает я узнаете это чистая психология мне просто интересно понять что израиль сделал такого плохого лично для вас ну ладно мы возвращаемся нашу тему один пожалуйста в следующей передаче сейчас не надо как говорится значит давай давай мы дальше пойдем да по этой теме потому что вообще отношения советского союза с израилем они всегда были сложными надо отдать должное что когда образовался израиль действительно советский союз помог образованию поставлял сначала оружием а потом стал злейшим врагом в 90-х годах горбачев восстановил отношения и там был очень хороший советский посол александр бовин и отношения были по и неплохие но сегодня сегодня нет это это игра в одни ворота послушаем говорите пожалуйста добрый день вы знаете пентагон госпит и циру это еще не вся америка прекратите ваши эти фокусы я уже это слышал идите идите выпейте паленой водки лучше лучше до 1 значит послушайте меня теперь еще раз внимательно я вам все-таки дал возможность звонить и выступать это было ваше последнее выступление на очень много лет вы не умеете себя сдерживать пойдите к врачу психиатру психологу вам помогут включите мозги все не будем не мы не будем оставаться на этой семье говорите позже дальше добрый день да да пожалуйста говорите знаете что хотел сказать пожалейте его уже несчастный человек ну да я согласен с вами просто несчастный человек такой как как он просто человек несчастный больной и пожалеете вы его хорошо давайте по теме давайте мы не будем за нас израиль действительно спас израиль по просьбе голды мэр семьдесят третьем году не он будем так говорить я не хочу назвать вам тоже нам мешает это не забывать по поводу дина я не хочу называть мы погибаем до ноги за к этому он близок спасибо спасибо за ваш мне говорите пожалуйста добрый день я хочу сказать что все мы евреи где бы мы не жили кто бы мы не были мы должны гордиться что есть такая страна израиль где евреи чувствуют себя свободно и чувствует себя на своей земле и мы должны эту страну поддерживать как только мы можем и любых обстоятельств то что там выступал этот сумасшедший ну так он был он сумасшедший он сидит на нашей шее и сходит с ума фаргеры спасибо мы должны поддерживать эту страну как только и чем только мы можем потому что это наша гордость спасибо спасибо по поводу поддерживать израиль а я всегда везде где бы я только не выступал где бы я что-либо не говорил я всегда поддерживаю израиль даже если израиль совершает какие-то ошибки которые может быть мне немножко где-то что-то не нравится даже может быть я с огромным уважением отношусь к беньямину нотаньяку с огромным уважением это умный сильный политик но я тоже искренне считаю что он уже слишком долго находится во власти и вершине и вот может быть я соглашусь нашей радиослушницы которая раньше позвонила и где-то логика есть в том что она говорит а по поводу держать врагов ближе то есть натаньяку может быть этим самым надо над этим подумать может быть эти самок и пытается как бы контролировать ситуацию в этом регионе ну а то что у израиля есть америка и кстати и кстати что немаловажно президент трамп как бы это нашему дину не не нравилось да вот это является основным ключом к тому что израиль может мирно жить мирно строить свою политику и жизнь своих людей давай скажем еще о том что когда трамп объявил о переносе посольства американского в иерусалим россия это не поддержала казалось бы такие связи такие отношения паломники российские ломятся ломится сегодня в израиль будем говорить гена не о паломниках а о политической и это все это все это лечится постоянно да да и отдыхает в израиль до систем не поддерживает израиль тогда когда израиль это поддержка а израилю нужна поддержка доводите пожалуй потому что я не вижу сегодня на политической арене израиля вообще человека который близко мог бы подойти к тому уровню на котором сегодня это не я я понимаю что давно но сами случае лучше его сегодня никого нет спасибо это такое мое и я не думаю что он зажрался там все время вы знаете я не думаю что он зажрался делал абсолютно не в этом но замылился глаз вот то что гена говорит иногда бывает когда человек находится очень долго у власти как вот допустим германии меркель да и это приводит очень таким когда человек теряет ориентир он не видит уже настолько четко ситуацию насколько это было могло бы видеться спасибо говорите пожалуйста добрый день ну а почему вы считаете что в лагере натаньягу нету никого другого почему он без альтернативных ну хорошо спасибо примем еще одно мнение и потом идем на рекламу говорите пожалуйста добрый день да генн эрик привет это олег да привет у меня в израиле много друзей и родственников и я вообще люблю черепать информацию как говорится из первых рук а вот я например разговаривал с двоюродной сестой которая довольно правая а я разговаривал с другими родственниками и друзьями которые тоже правы и вот почему-то они говорят как говорил у нас вот в конгрессе нам нужно свежая кровь и кортес притащили да вот они говорят что не то не аху засиделся и нам нужно свежая кровь я говорю ну хорошо какая альтернатива кто лучше на сегодняшний день для натаньяху ну вот они какие-то там приводят долл основной то вот который они приводят они говорят что он погряз во многих политических скандалах что он коррумпированный и тут же вопрос а кто не коррумпированы то есть все политики коррумпированы а все политику идут когда они молодые держатся на своих креслах что получают свои деньги вот но в принципе я тоже на сегодняшний день не вижу альтернативы никому яху который мог бы действительно вот обеспечить тот уровень безопасности который смешно и отношения с другими странами которые существуют у меня все быстро интересно говорить именно ты говорите нам у меня к тебе очень быстрый вопрос перед тем как мы на рекламу уйдем скажи а может быть это и проблема как раз-то на таньягу и самого израиля что он бежит он без альтернативный да то есть вот если бы допустим там есть израиль кац там я просто интересует политика израиля я смотрю внутренний двор али куда да и поэтому я знаю фамилии знаю кто чем занимается но вот на таньягу как бы будем давать и статьи это не без оснований политические как будто то что он порядок действительно политических скандал это то что говорят люди которые придерживаются правых взглядов понимаешь и в то же время они говорят да мы бы хотели кого-то другого вместо нетаньяху и никого другого нет был мэр иерусалима по моему не помню его имя у него были принципе неплохая программа но все равно он не дотягивал то той программы которые все равно выдвигал метаньяху поэтому я тоже сегодня не вижу альтернативы хорошо олег спасибо спасибо лишь мы уходим на рекламу и потом вернемся через пару минут спасибо здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в программу политинформания мы это ведущие геннадий и эдуард напоминаем нашу тему мы говорим об отношениях израиля и россии как политических так и человеческих да 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 значит чтобы я хотел дальше сказать в продолжении того разговора дело в том что мне иногда вообще кажется что израиль хотят сделать как какой-то провинции свободно присоединившейся страной к россии может быть это мой такой взгляд жесткий но то какое сейчас идет проникновение и те люди которые когда-то когда-то нас посылали далеко в израиль сегодня сегодня они ради они являются жителями этого израиля да и уже многие ждутся дебаты по поводу того же в израиле русский язык стал вторым государственным языком я считаю в корне неправильно мне кажется что израиль жил без советского союза без россии очень хорошо и если израиль так беспокоится об экономических связях о своих помидорах и апельсинах и о своем туризме то я думаю что это не прекратится потому что качество израильских продуктов и туристических направлений она на высшем уровне это никогда не закончится а вот политические отношения конкретно я не приветствую давай напомним что израильские технологии они не только как говорится приветствуется в россии да они там очень хорошо используются хотя россия об этом не говорит старается как бы так об этом умалчивая да но израильские технологии пользуются большой популярностью во всем мире на днях на танягу пригласил президента путина в израиль для открытия очередного мемориала я понимаю что мемориалы это все очень святое но это не значит что это должно быть основой а израильской жизни да и вообще то что сегодня делает путин таких людей в израиль не должны пускать на святую землю к себе как бы как бы там как бы там ни было да может быть он неплохо относится к евреям внутри странами там меньше антисемитизма хотя хотя я сильно сомневаюсь что это по поводу натаньягу да вот у нас вышел разговор сменяемости значит натаньягу ли не сменяемость мы читаем сейчас приходят по youtube каналу к нам и вопросы и обсуждения и человек не буду называть его имя и фамилию он напоминает например говорит что вот был бы неплохо ли берман давайте мы как бы в течение разговора вспомним об этом человеке да абсолютно неоднозначная личность для израиля и вообще для мировой политики но вот кстати это не первый раз я читаю и слышу о том что ли берман мог бы быть неплохим руководителем более может быть даже жестким чем натаньягу хотя еще раз повторяю для многих он абсолютно спорная фигура напоминаю телефоны нашей студии 847 4 2 0 5 2 2 0 и сегодня мы говорим об отношениях израиля и россии по поводу сбитого самолета у нас было много месяцев назад отдельная передача и все-таки как бы обсуждая эту тему мы пришли к тому мнению что в том что у нас есть звонок двами прямо звонок чтобы человек долго не ждал мы вас слушаем добрый день вот продолжая идею товарища который предпочитает общаться иметь информацию от жителей израиля так вот мы тоже имели такую информацию человек живет в израиле уже больше 40 лет и она сказала я бы этого молдаванина придушила а не во власть вы имеете до ли бермана конечно спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день здравствуйте я хочу пару слов по поводу израильских технологий в россии скажите а тот человек который говорил что применяют израильские технологии в россии вы можете назвать хоть одну именно сейчас нет не могу назвать вы слышали когда я секундочку потому что израильских технологий в америке я могу назвать израильские технологии израильские и россии не использует израильские технологии ну вот я поэтому и говорю что россиян очень многое вы говорите что использую так как какие я не знаю я в россии в россии военной области именно в той военной области я это говорю не потому что я выдумываю терминологии окей военные в военной область военные технологии чтобы вас это не коробило я заявляю это твердо по одной простой причине есть такой сайт называется news.ru.israel вот откройте его и почитайте мне открывать я открывал не раз ничего ничего в россии не используется как я понимаю ну жалко одна заваляющаяся и есть хорошо мы не будем найти сейчас конечно как концентрироваться на том потому что то что читаю я это что читаете вы это видимо разные сайты понимаете спасибо большое в израиль еще раз говорю что вы можете соглашаться можете не соглашаться в россии используется и в области самолетостроения и в области навигационной используются израильские технологии это не для кого не новость я не могу назвать точно как эта технология называется я не технический человек медицинские медицинские используются технологии почитайте пожалуйста возьмите просто наберите на интернете до израильские технологии в россии и вы получите очень много статей по этому поводу спасибо большое но дальше мы идем по отношения политические отношения израиля я прошу прощения мы говорим по поводу самолета на сам да 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 самолета то есть тот тот антисемитизм который был значит развернут после сбитого самолета это было просто очень жестоко и не а мест и не соответствовал тем партнерскими отношениях которые были гена может быть антисемитизм никуда не ухать когда повернула ситуация вообще я думаю что наши радиослушатели кто будет звонить они не могут назвать ни одного случая когда россия конкретно просто конкретно помогла бы израилю в чем-то как-то в кавка в каким-то в каком-то деле например звонок договорите пожалуйста добрый день мне немножко странно слышать что израиль продал свои технологии военной области врагам просто очень странно тем более что америка золко следит чтобы такого не происходило даже друзьям не разрешают продавать а тут друг враг заводил военными технологиями военные технологии бывает абсолютно разные поверьте мне потому что двойного применения да я служил в советской армии не в российской в советской армии и что такое военные технологии я немножко не совсем немного чтобы мне не говорили что я в этом сильно разбирать но я чуть-чуть знаю что это такое и как это может быть использована при каких обстоятельствах спасибо варвар а говорите пожалуйста добрый день тогда мы вас слушаем напал звонок хорошо ген продолжаем значит да антисемитизм из россии никуда не уходил и никто ну я бы был бы благодарен например если бы кто-то позвонил и назвал хотя бы один случай когда россия в политическом плане в первую очередь помогла бы израилю ну вот лежала не помогла в решении каких-то вопросов в отношениях между какими-то странами такого нету нету вы не ну может быть я ошибаюсь я имею право на ошибку но если кто-то может позвонить и сказать когда россия не советский союз давайте мы будем акцентировать и натаньягу который называет путина владимир своим другом как-то вот этот друг не спешит на помощь когда это нужно да хотя бы хотя бы символически хотя бы символически символы на востоке очень серьезно важны серьезная вещь это очень хорошо понимает президент трамп поэтому многие вещи он тоже даже где-то символически делает но чтобы как-то урезонить врагов каких-то такого я не виду гена как ты думаешь вот если вместо натаньягу придет другой руководитель с более как бы другим взглядом да потому что я уже говорил что политический двор партии натаньягу ли куда там довольно есть интересные личности будут ли они продолжать ту же политику что и в отношении россии в отношении россии что и продолжает натаньягу или может что-то поменяться смотри я верю в то что израиль современное демократическое государство где всегда найдется умный и прогрессивный лидер на 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 у нас есть звонок да давай мы ответим добрый день говорите пожалуйста добрый день добрый день я хочу ответить на ваш вопрос почему почему натаньягу пытается поддерживать добрые отношения с россией пожалуйста россия обладает правом вето на все резолюции оон и если они это вето не используют против израиля это огромная победа израиля и я удивляюсь что вы вообще эти вопросы задаете ну смотрите не был бы создан если бы сталин это само собой россия whatever ссср тогда был я проголосовал за его создание да я еще раз повторяю свою держи врагов я с вами я с вами потому что они могут очень помочь больше чем друзья потому что каждая страна имеет свои интересы америке имеется и россия имеет свои израиль имеет свои израиль должен маневрировать поскольку это очень маленькая но раньше же этого не было нами этими странами и нарываться на какие-то абсолютно бескомпромиссные ситуации просто глупо ну смотрите а если вы слушали нашу передачу да то я вас а в какой-то степени поддерживаю да вот в этой фразе которой вы говорите но я в корне с вами не согласен в том плане просто не согласен это мы можем так говорить правильно мы можем быть согласны можно быть не конечно можем быть не согласны в том плане что россия в оон никогда никогда такого не было за всю историю стать вы можете посмотреть на интернете никогда не накладывала где-то черное белое нет нет я интересовался это это ссср но это другое я и в этом согласен на дел то что мы сейчас вы о россии я не говорю о том что естественно церкви дагазил помнят все это хорошо помнит мы говорим о дальнейшей поддержке кстати если вы хотели про советский союз можно по советский союз поговорить никогда в организации но дело в том что смотрите смотрите а мы принимаем вашу . мы принимаем вашу . зрение она интересная и в каком-то смысле зрения и в каком-то смысле зрения жители америки они жители россии они имеют русский паспорт израильский смотри смотрите мы вашу . зрения на чьей стороне они выступают смотрите а они хотят доказать потому что иначе давайте я вам отвечу мы принимаем вашу точку зрения она интересная и в каком-то смысле правильная хорошая но дело в том что история говорит о том что за последних 30 лет россия ни разу израиль не поддержала ни по какому вопросу не совбезе он не в общем плане не в общем плане не в каких-то общих заявлениях какой-то секретарь совбеза россии патрушев приезжает в израиль и решает вопросы безопасности и указывает израильскому руководству что хорошо а что плохо это нонсенс это нонсенс такого быть не может вы знаете сам факт того что он приехал в иерусалим который кстати россия до сих пор не признала вот и не перенесет тот факт что он приехал этот так что он приехал встречаться с америкой да вы еще раз я повторяю я не специалист в этой области я не делала глубокого research по поводу того за кого и как голосовала россия за эти 30 лет своего существования но у меня глубокое сомнение что слово никогда 100 процентов никогда не бывает давайте чтобы мы закончили 90 процентов против спасибо спасибо а чтобы закончить наш этот диалог я вам сразу отвечаю что вы можете сделать этот ресурс и посмотреть такого не было никогда сожжение добрый день да добрый день братья брумеры я не слушал вашу передачу сел машина и готов ответить вы знаете антуан экзуперис сказал истинное это не то что надо доказывать истина это то что придет не дословно но это так на вопрос брата брумера геннадия отвечаю посол израиля в москве просил военно-транспортную авиацию мчс шли переговоры на уровне мид о том чтобы россия помогла тушить пожары два раза в израиле горел город хайф и иерусалим вы спрашивали что россия помогла израилю вот я вам отвечаю самая лучшая военно-транспортная авиация для тушения пожаров даже предлагали соединенным штатам но упертые бараны сша отказались или сам калифорнии горели а вот израиль не отказался и помогли благодарю вас спасибо ли мой телефон спасибо вадим я проверю эту информацию по поводу тушения иерусалима и хайфы это довольно интересно мы вас слушаем говорите добрый день да да мы вас лучше говорите пожалуйста совершил советский союз ошибку признал израиль это же у них ошибка была ошибка сталин и признал ну один раз потушили пожар но ошиблись и потушили ну что ну что вы знаете сложно сказать было ли это ошибка я думаю что это был такой политический как говорится шаг да вот я это и не спасибо говорите добрый день добрый день я хотела вот то что с 300 и 400 не видят израильских самолетов это помощь россии или это израильские технологии они действительно не видят я вам скажу честно я не специалист в этой области да и очень боюсь ошибиться говоря что-то поэтому я лучше я надо да да у меня есть дело в том что вот смотрите значит дружба да россия продает турции с 400 это единственные на сегодняшний день вооружение которые могут засечь израильские самолеты вот это вот это почему так напрягается сша почему они так борются против этих и 400 дело в том что турция с его израильские тоже израиль это будет сильнейшая помеха для израильских ввс почему в принципе по этой причине и ездит на танягу в москву и просил путина не поставлять эти системы противовоздушные турции он просил конкретно но просить путина то же самое что у собаки и отобрать ее кость понятно спасибо большое пожалуйста говорите добрый день я отвечу вот тому человеку который звонил и утверждал что россия не использовать никакие технологии давай говорить вот это значит так а несмотря на наличие значительных разногласий между россией и израилем эти обе страны они являются крупными поставщиками оружия и россия и израиль они обладают совершенно разными типами военных систем и каждый из этих двух стран они пользуются своими технологиями ну например вот самолеты окей значит самолеты которые были отправлены из россии в израиль и были установлены специальные навигационные системы какие-то системы я не помню сейчас какие-то самолеты были это можно все это увидеть на интернете россия как минимум закупила в израиле хотя бы один раз военное оборудование вот по моему в 2010 году а это еще был и хутбарах когда россии обратились к израилю с просьбой продать беспилотные самолеты на какую-то сумму там чуть ли не полмиллиарда долларов это одно дальше беспокойство израиля вызвало информация о продаже российских зенитных ракет ирану и вот по мнению за листом они были у них использованы были израильские технологии то есть это что касается военных разработок а что касается гражданских разработок то это не только россия россия в том числе как и вид мир пользуется и медицинскими достижениями и все процессоры которые разрабатываются в израиле используются по всему миру это то что касается технологии та женщина которая сказала если бы не стали не было бежали на самом деле пусть на почитают историю потому что не просто так согласился и дал добро на то чтобы избежать существовал зато потом он очень красиво израиль бросил в первой войне олег спасибо спасибо у нас еще есть звонки спасибо говорите пожалуйста брат брумер геннадий только что связался с одноклассницей на одноклассниках одноклассницы она живет в израиле сказала что татарстан успешно использует израильские технологии сельском хозяйстве они что используют а никто они кто с этим и не смотрим хорошая война прекрасно отлично спасибо они кто-то давай мы скажем эдик еще мы не употребили фактор ирана который там существует поэтому его тоже надо сказать и россия кстати в этом плане опять же опять же никак не помогает решить эту проблему при том что натаньягу действительно ведет переговоры но эта проблема не решена иранское направление в сирии для израиля очень важно смотри натаньягу действительно если говорить о натаньягу да мы сейчас уже будем немножко закругляться или и резюмировать натаньягу действительно пытается никто не говорит о том что натаньягу не слабый политик или недальновидный политик или там зажравшийся политик до бениамин натаньягу выдающийся политик не только будем так быть израиль я имею ввиду даже исторического плана и мирового плана да и естественно он пытается в нынешней ситуации а кстати политической ситуации израиля сейчас все непросто они готовят опять очередным выбором он пытается удерживать ситуацию под контролем потому что все-таки война в сирии иран который там пытается очень хорошо обосноваться естественно о естественно патрушев не просто так приезжал по многим вопросам в израиль но вот эта фраза меня конечно просто убивает и мне смешно когда по тоже будет россия значит обеспечивает безопасность израиля ген твои режимы а я резки конкретно резки противник того чтобы израиль спрашивал или и спрашивал разрешение у россии на те или иные действия у израиля должна быть абсолютно своя самостоятельная и военная и другая политика есть только с один старший брат с который можно консультировать консультироваться но делать все по своему усмотрению безопасность израиля это его личное личное дело я считаю что израиль конечно может консультироваться и наверное и должен консультироваться но должен вести свою абсолютно свою политику смотреть и видеть свои интересы и естественно только на это ориентироваться а я считаю что америка это главный помощник израиля в это время поэтому хочу пожелать израилю мира и добра спасибо за внимание лучшего